Итак, вышел геймплейный трейлер Death Stranding, игра обзавелась датой релиза 8 ноября, а также уже доступен предзаказ. И разумеется, комьюнити отреагировало на все события весьма неоднозначно. Одни с пеной у рта предзаказывают игру, покупают консоль и хором кричат Кодзима гений, другие же настроены весьма скептически, почему в трейлере так мало геймплея, о, да это же еще один МГС, только с другими текстурками и так далее. Что ж, давай попытаемся во всем разобраться. И начнем мы, пожалуй, с того, что можно сказать наверняка. В игре будет присутствовать асинхронный мультиплеер, то есть игроки смогут взаимодействовать друг с другом, не встречаясь при этом лично. Игра не является эксклюзивом Sony, поэтому в будущем возможен релиз и на других платформах. В целом это пока все, что я могу сказать со 100% уверенностью. Дальше речь пойдет уже о более туманных вещах, в отношении которых я могу быть неправ. Касательно трейлера его можно описать одной лаконичной цитатой. Нихуя не понял. Ну, очень интересно. Так как Кодзима любит кинематограф, с большой вероятностью можно утверждать, что катсцены и вообще постановка будет на высоком уровне. В принципе, это видно и по трейлеру, и по касту главных героев, среди которых большое количество актеров, режиссеров и так далее. Касательно сюжета здесь все еще более туманно. Это может быть как изумительно прописанный сюжет, так и довольно туманный, непонятный большинству, с открытой концовкой, которую так никто и не поймет. Что касается кемпейна, показались стрельбу, боевку, вождение байка, использование инструментов и еще какую-то лабуду. И здесь уже совсем становится непонятно, что же себя будет представлять игра. Я считаю, что с большой вероятностью это будет песочница в открытом мире, у игрока будут четкие цели и масса средств для их осуществления. Плюс это или минус, тут уже каждый решает для себя сам. То есть, кто-то умеет себя развлекать в песочнице, кто-то нет. Но опять же повторюсь, что это не точно. Что касается графики, тут вообще без комментариев, просто стоит посмотреть трейлер. Касательно саундтрека, пока ничего не ясно. То, что в трейлере играла апокалиптика, еще не значит, что она будет играть и в игре. Также можно заметить некоторые схожие элементы с Metal Gear Solid. Это и понятно, делал игру тот же самый парень. Кстати, этот парень не только гений, но еще и расистый хитрец, так как в японском трейлере играет немножко измененный трек. В целом, он длиннее на 30 секунд, а там есть несколько добавочных цен. Ну и это пока все, что можно сказать с уверенностью. И то с уверенностью даже, наверное, громко сказано. Это такое что-то среднее между уверенным и догадываюсь. Как ко всему этому отношусь я? Да похуй как-то, если честно. Пока еще рано, я считаю, судить и о игре, и о ее качестве. То есть трейлер действительно хороший, интересный, мне очень понравился. Но пока что это код в мешке. Слишком мало информации, слишком действительно мало геймплея. То есть, да, скорее всего, это будет хорошая игра. Может быть, может быть, с какой-то вероятностью даже, может быть, это будет действительно гениальный продукт, игра года и так далее. Но пока об этом еще рано судить. Ну, на этом у меня все. Спасибо тебе за внимание. И помни, что ты лучше всех. Игра не является эксклюзивом Соня, поэтому в будущем возможен эксклюзив на других платформах. Здорово, EGS. Здорово, EGS.